Семьи погибших и пострадавшие горняки в результате аварии на шахте имени Засядька в Донецке пока не могут получить материальную помощь. Это связано с оформлением документов и препятствиями законодательства. 4 марта взрыв метана унес жизни 34 шахтеров. 16 пострадали. Что именно мешает получению материальной помощи, расскажет Виктория Чистюхина. Со дня трагедии на шахте имени Засядька в Донецке прошла неделя. Семьям погибших и пострадавшим получить материальную помощь от шахты крайне сложно. Для этого нужно оформить пропуск и выехать на подконтрольную Украине территорию. Свидетельства о смерти, выданные в Донецке в украинских государственных органах, не признают. Я видела это свидетельство. Абсолютно такое же, как его выдают и в Днепропетровске, и в Киеве. Мы сейчас очень просим украинские власти пойти навстречу вот в таких сложных ситуациях и все-таки не вычеркивать тех людей, которые находятся внутри зоны АТО, и не отбрасывать их. В день аварии Ренат Ахметов принял решение выделить семьям погибших по 100 тысяч гривен, пострадавшим от 10 до 25 тысяч. Мэр Донецка Александр Лукьянченко утверждает, Раньше помощь благотворители освобождали от уплаты налогов решением Горсовета. Теперь разрешить это могут только на правительственном уровне. Соответственно, люди сами будут вынуждены внести в казну сбор на полученную помощь. Мы сейчас работаем с Верховной Радой, с Кабинетом министров, с Министерством социальной политики, для того, чтобы освободить эти суммы от налога с доходов физических лиц. Также из-за прекращения социальных выплат Донецке, семьи погибших и пострадавших не могут получить компенсации по потере кормильца. Несмотря на то, что шахта «Засядька» с начала года перечислила фонд «Судстраха» 12,5 миллионов гривен. В связи с тем, что в зоне АТО не работают социальные службы Украины, нам необходимо сейчас вместе с Министерством социальной политики и найти вариант, как начислить единовременное пособие по потере кормильца в соответствии с существующим законодательством. Пока чиновники решают эту проблему, гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечил необходимыми лекарствами всех пострадавших. Гуманитарный штаб Рината Ахметова заявляет, что мы будем помогать всем семьям и окажем поддержку всем пострадавшим. 4 миллиона 700 тысяч гривен материальной помощи от Рината Ахметова получат семьи погибших и пострадавшие на шахте имени «Засядька» до конца марта. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, События, канал Украина.